ребят сегодня мы едем святая всех святых это батайск это то с чего я начинал олег меня уговорил рассказать как все и почему все так произошло вот сегодня будем разбираться рек давай расскажи что было до батайска до батайска всего работал в одной из студии это было первое наверное да это первая студия куда меня пригласили работать тату-студия называется гудвин владелец сергей хан директор до сих пор еще работает и очень круто он даже начал заниматься татуировками местами там я делал все подряд пытался уговаривать людей на реализм но я даже помню сделал даже один рукав в стиле япония и одну спину в стиле япония ну как это ни странно да от меня японию я сразу возненавидел потому что там было дико много контуров реально я я понял что это не мое весь интерес к японии у меня пропал я даже немножко возненавидел этот стиль но я дико начал уважать мастеров которые работают в японии то есть я не знаю это наверное верх мастерства вверх усидчивости и мастерам конечно огромный респект работал в этой студии потому что это было первое приглашение до этого только на дому работал и потом все начало меняться я сделал датуировку у дениса тедана это портрет моих родителей за что ему огромная благодарность спасибо я познакомился с ним пообщался и я понял что в то время пока я делал все подряд человек работал совершенно на другом уровне и после вот этих всех моментов когда мы обсудили там с денисом как он продвигает себя он тогда уже был успешный и узнаваемый знаменитый мастер потому что тогда уже он ездил по конвенциям вовсю это наверное 2010 наверное год я побывал у него в студии в том самом батайске я понял что то что я делаю это это неправильно вот и я решил что-то менять также с денисом обсуждали дальнейшее сотрудничество он пригласил меня работать в свою студию и собственно сейчас покажу мы уже подъезжаем по тайску расскажу как я выходил на новый уровень ты знаешь мы едем у меня такая ностальгия в эти магазинчики мы ходили покупали еду олег расскажи почему титан тебя пригласил два мастера денис титан и костя заводкин они работали в батайске изначально и они начали просто снимать это помещение и вместе оплачивать я так понимаю это было свободное место ну и мы как бы начали общаться в принципе ничего не мешало чтобы там я так же пришел и поработали вместе в то время хорошей татуировки практически не было и многие как бы не понимали а как типа как можно сделать хорошую работу и пытался объяснить каждый мастер из этой студии до пытался объяснить своему клиенту что что хорошо что плохо как работать нужно как работать не нужно в чем один мастер силен в чем не силен ну то есть вот это все было рождение вот этих вот этих схем работы с клиентом которые работают сейчас уже такие усовершенствованные смотри первую же известность и в батайске получил правильно но это не совсем была известность тут знаешь здесь в батайске я познакомился что такое тату конвенция потому что опять же это мой наставник учитель наверное да сейчас я это понимаю что что произошло вообще и чего не было бы если бы не было в моей вот карьере да там дениса тедана денис рассказал что такое тату конвенция потому что он уже посещал тату конвенции уже выигрывал первые места уже тогда кажется даже сидел уже в жюри и вот и здесь конечно именно в батайске и я осознал что нужно ездить на конвенции первая конвенция была в тринадцатом году в чехии в праге третье место я занял по цветной татуировки в реализме вот мне рассказал денис как нужно подготовиться что с чего начинать и тогда да начин начинали нас узнавать именно из-за того что мы все втроем посещали конвенции то есть в ростове практически никто этого не делал а мы ездили и за границу и где-то работали и также отсюда именно с батайска я начал работать ездить в данию я был на конвенции в польше в кракове также москва питер все это было здесь здесь рождались самые крутые наверное работа которые я делал вот так все началось следующий этап был когда мы познакомились с уже со звездами всем известно что денис титан был в первом составе группы каста знаменитой ростовской группы он знал хамиля шима ну всех вот этих ребят да там змея и я помню для меня был шок когда шим пришел в студию я вот так что я его слушал в первом классе еще думаю как так нифига себе это крутой чувак пришел вот и они друзья до сих пор расстаются с денисом вот поэтому на началось такое общение потом мы познакомились с артемом жарой в общем вот эта вся хип-хоп движуха крутилась вокруг этой студии денис забивал практически там всех вот знакомых друзей из вот этого тусовки вот поэтому наверное да начали узнавать начали приходить к нам люди ну смотри если у вас все было хорошо у вас была куча клиентов вы хорошо зарабатывали у вас были клиенты даже звездные вы по конвенциям ездили и выигрывали в чем проблема почему вы не остались бы тайски вот именно из-за этого всего и наступил вот этот вот новый следующий этап либо мы игнорируем его и остаемся здесь и все это идет на спад либо нужно новый этап для нового роста получается вот я считаю что именно это нас подтолкнуло именно вот успех вот этой вот студии было очень много разговоров по поводу того а почему там по тайски а почему вы не в ростове ты же понимаешь что каждому клиенту просто приходилось объяснять одну и ту же фразу это просто жесть каждый клиент который звонит из ростова он спрашивает а как к вам проехать я ему говорю ну смотри мы находимся в батайске заезжаешь первый светофор поворачиваешь налево доезжать до следующего светофора паркуешь машину оставляешь ее там где-нибудь возле магазинчиков слева или справа потом смотришь на светофор с левой стороны будут красные домики и зелеными крышами подходишь к вывеске ателье химчистка донская автошкола и с правой стороны если подойти вплотную вы увидите красную дверь железную такую со звоночком и нажимаете на звоночек поднимайтесь на второй этаж там мы а этот светофор означал что вы уже близко у цели мы рядом и да такая грусть тоска и вспоминаю светлые деньки знаешь это как убийца возвращается всегда на место преступления вот она эта вывеска самая первая вывеска нашей тату-студии вы не увидите слово тату донская автошкола ателье химчистка и это все так вы подходите прямо сюда нажимаете на вот этот звоночек и поднимаетесь а еще один раз кто-то здесь у нас под дверью насрал нагадил вот и мы были в шоке может быть это конкуренты либо может быть именно в топа время появились первые хейтеры которые обосрались от зависти то есть это неудобство это мне кажется это не сервис и для мастеров уже такого уровня что ты сказал да что вокруг нас уже появилась определенная такая тусовка и эта тусовка находится кстати в ростове находилась поэтому нам нужно было ближе быть к ней поэтому это уже отдельная история другая и я думаю что мы обязательно снимем про это видео и